Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников, знакомиться с их автобиографией. Франсиско Николас и Турино Гонсалес. Испанский художник, постимпрессионист басского происхождения. Иногда его классифицируют как фавист. Родился в Сантандере 9 сентября 1864 года. В 1872 его семья переехала в Бильбао. Будучи еще совсем маленьким, он получил свои первые уроки рисованию своей дяди Эльвира Гонсалеса, который был поэтом, художником и музыкантом. Я цитирую переводную Википедию. Позже, после окончания августинской школы, он отправился в Лиеш изучать инженерное дело. Но раннее увлечение искусством привело его к тому, что он бросил занятия и без ведомого родителей переехал в Брюссель, чтобы вместо этого изучать живопись в Королевской Академии Изящных Искусств. Чтобы продолжать свою новоприобретенную карьеру, он отправился в Париж, где работал Санри Эвенпуэллен, своим другом из Брюсселя. В 1901 году он продвинулся настолько, что смог выставлять свои работы в престижной галерее Валлар, рядом с тогда еще неизвестным Пабло Пикассо. Позже у него был показ в осеннем салоне. Вскоре после этого он вернулся домой, прошел пешком по Испании, некоторое время бжил в Саламанке, затем основал свою мастерскую в Севии. В 1906 женился на Марии Жозефине Делик Шварц, с которой познакомился в Велик. Продолжал путешествовать по стране Баска, Франции и Андалусии, которая была его любимым местом, из-за пейзажей, хотя он писал бои быков, фестивали и портреты женщин. За это время его палитра стала ярче, и он чаще использовал контрастные цвета. С 1911 по 1912 год он провел некоторое время в Марокко у Андрея Матисса, близкого друга, к которому познакомился в мастерских Гюстово Моро, и у которого часто останавливался, посещая Париж. В 1919 году был крупный показ, организованный цирком изящных искусств. В 1920 у него развелась гангрена одной из ног, которая потребовала операции. В следующем году ему пришлось ампутировать ногу. После этого он столкнулся с финансовыми трудностями. История искусств Элифор помог организовать выставку в галерее Розенберг, на которой были представлены картины, подаренные Матисом, Пикассо и несколько другими друзьями и Туримом. На собранные деньги он смог уехать на пенсию в Кальсюрмер в 1922 году и умер там два года спустя в возрасте 59 лет. Ну вот так вкратце о испанском художнике-постимпрессионисте басковского происхождения Франсиско Николас и Турино Гонсале. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.